В этой медитации мы будем фокусировать внимание на ощущение любви и признательности к деньгам. Возьмите в руки какие-нибудь деньги, неважно бумажные или металлические, потрогайте их и прислушайтесь к тому, что чувствуете. Посмотрите на них. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Дышите медленно и глубоко. Отпустите все остальное, что есть в вашей жизни. Сосредоточьтесь на деньгах в ваших руках. Если другие мысли всплывают на поверхность сознания, не беспокойтесь из-за них. Продолжайте смотреть на деньги. Рассмотрите детали рисунка на них. Осознайте, что деньги в ваших руках представляют собой обеществленную энергию всего сущего. Ту энергию, что создает жизнь, планеты, звезды и вселенная. Чем бы ни являлась эта энергия сейчас, деньги – это ее твердая форма. Твердая форма той энергии, той любви, что создает все вокруг. В процессе медитации нам откроются новые знания о деньгах и появятся новые чувства к ним. Создайте чувство благожелательного расположения к деньгам у вас в руках. Это ваши деньги. Они пришли к вам. Неважно каким образом, но сейчас они в ваших руках. И они так же чисты, как в день, когда только появились на свет. Возможно, они путешествовали по разным континентам, по разным частям вашей страны, по разным районам вашего города. Они переходили от человека к человеку, но теперь пришли к вам. Они вам нравятся, и вы хотите, чтобы их было больше. Ощутите их. Они в ваших руках. Они ваши. Вы вольны оставить их себе или отдать кому-то другому. Вы вольны отпустить их в мир. Сейчас, держа в руках эти деньги, чувствуя их, глядя на них, рассматривая их внимательно, трогая их грань и текстуру, подумайте обо всем, что эти деньги принесли вам. Ваши компьютеры, автомобиль, велосипед, дом, квартира, одежда, которая сейчас на вас. Все это, вероятно, оказалось у вас благодаря деньгам. Деньги пришли к вам, а вы обменяли их на все эти полезные вещи. И в процессе этого круговорота, уходя, деньги всегда возвращались к нам. Чем больше мы любим деньги, тем легче им вернуться к нам. И от этого мы ощущаем еще больше любви к ним и ко всем вещам, что приносят нам деньги. Подумайте о какой-нибудь своей вещи, которая находится с вами сейчас, о вещи, которую вы купили за деньги. Почувствуйте к ней любовь. И почувствуйте любовь к деньгам за помощь в обретении ее. Неважно, каким образом деньги входят в нашу жизнь. Когда мы впускаем их, они приходят так же легко, как воздух. Если мы сопротивляемся им, деньги приходят с трудом. Чем больше наше сопротивление, тем тяжелее им появиться. Продолжайте думать о том, как замечательны все эти вещи, купленные вами за деньги. Именно деньги принесли их. Посмотрите на деньги в ваших руках и осознайте, что именно они принесли вам все это. Все, что у вас есть, появилось благодаря им. Почувствуйте настоящую любовь к этим деньгам. Любить деньги – это нормально. Любить деньги – хорошо, потому что через них мы любим и тот источник. Ту энергию, ту любовь, что создает нашу Вселенную. А эти деньги – ее физическое воплощение здесь и сейчас. Именно поэтому деньги – такой полезный инструмент. Поэтому мы можем обменивать их на разные удивительные вещи. И после этого они снова возвращаются к нам. Всегда возвращаются к нам. Чем сильнее мы их любим, тем в большей степени открываемся им. И тем легче им приходить к нам. Почувствуйте любовь к деньгам. В прошлом, возможно, мы боялись денег. Боялись любить их. Они казались чем-то плохим и нехорошим. Но это не так. Чем больше мы любим все то, что делают для нас деньги, тем в большей степени впускаем в себя созидающую энергию Творца Всего Сущего. И тогда к нам течет еще больше денег, они текут еще легче и радостнее. Еще сильнее почувствуйте любовь к деньгам в своих руках. Смотрите на них, трогайте и ощущайте их. Да, они покинут нас. Отправятся куда-нибудь, но обязательно что-то оставят взамен. Уходя, деньги всегда оставляют нам что-нибудь чудесное. А потом снова возвращаются к нам. Когда деньги уходят, возможно, это значит, что мы оплатили счет, а значит, получили электричество, отопление, телефонную связь, интернет. Или, быть может, мы купили одежду, какие-то красивые безделушки, и множество замечательных необходимых нам вещей. И так деньги приходят к нам, мы позволяем им идти дальше, и уходя, они оставляют нам самые разные удивительные подарки. Если мы не чувствуем любви к деньгам, они могут уйти, не оставляя после себя подарка, но это редкий случай. Однако в данный момент мы любим ту банкноту или монету, что держим в руках, и любим ее безусловно. Мы могли бы оставить ее здесь, и если, вернувшись позже, не нашли бы ее, то восприняли бы это нормально, потому что знаем, что она вернется. То, что мы любим безусловно, всегда возвращается к нам. При необходимости она уходит, оставляя нам подарки, но всегда возвращается к нам. Так устроена любовь. Вселенная, весь мир вокруг, люди, планеты, животные, все было создано из этой потрясающей энергии, которую мы называем любовью. Порой мы путаем любовь с другими понятиями, но в данный момент понимаем, что энергия всего сущего – это любовь, и что деньги в наших руках – физическое, материальное воплощение этой энергии, той самой энергии, из которой состоит Солнце и наше физическое тело, той самой энергии, из которой сделана наша одежда и тот стул, на котором мы сидим. Все вокруг – физическое воплощение этой невероятной энергии, текущей во Вселенной, во всем своем изобилии. Конечно, мы можем сопротивляться ей, но в данный момент мы любим деньги. Ведь любовь к ним позволяет нам любить себя, энергию и саму любовь, которая, подобно Творцу, создает все на свете. Когда мы любим это физическое воплощение всеобщей энергии – деньги в своих руках, мы любим все, что только возможно любить. И переполненные любовью деньги, уходя от нас, будут распространять любовь в мире, а деньги, что вернутся к нам, тоже будут полны любви и принесут нам еще больше радости, еще больше новых радостных подарков. Вот как работают деньги. Потому они так легко приходят к тем, кто их любит. Любите их безусловно, тогда вы сможете с легкостью отпускать их, зная, что они вернутся. И так мы испытываем безусловную любовь, просто любим, находим в себе чувство любви. Прижмите деньги к груди, как маленького ребенка, погладьте их, как щенка или котенка, и найдите в себе ощущение любви. Почувствуйте любовь к этим деньгам. Почувствуйте благодарность за все, что они вам принесли. Ведь практически все, что у вас есть, вы получили с помощью денег. Да, какие-то вещи были подарены, но они, скорее всего, просто тоже куплены кем-то другим. И потому деньги причастны к тому, чтобы вы получили эти подарки. Чувствуйте любовь. Чувствуйте любовь к этим деньгам. Чем больше вы будете проникаться любовью к деньгам, у вас, вероятно, появится ощущение восстановления связи с ними. Как будто какое-то время вы были в разлуке, и из-за этого ваши мысли оказались не в гармонии с источником энергии и всего сущего. Ведь эти деньги и есть источник. Они, как все вокруг, есть не что иное, как физическое воплощение этой энергии. Они были созданы источником, наполнены им, и продолжают существовать благодаря ему. Если источник востребует свою энергию назад, то деньги просто исчезнут, перестанут существовать. Поэтому то, что вы держите в руке, и есть источник. Мы воссоединяемся. Воссоединяемся со своей способностью любить безусловно. Практикуя безусловную любовь к деньгам, мы учимся самой безусловной любви. И в ходе ежедневной практики примите решение заниматься ею каждый день, наша способность любить безусловно становится все больше, все значительнее. А по мере того, как эта способность растет, мы с возрастающим доверием открываемся миру и без всякого сопротивления принимаем его подарки. Будто распахивается дверь, и на нас начинает сыпаться все, о чем мы просили ранее. Вселенная сразу же создает все, о чем мы просим. И если мы не позволяем себе принять ту или иную вещь, она просто становится в очередь, чтобы однажды все-таки быть принятой. Стоит лишь открыться миру, как вещи из этой очереди, воплощенных желаний, немедленно начнут сыпаться на нас. Итак, ощущая безусловную любовь к деньгам, мы чувствуем воссоединение, как воссоединение связи со старым другом, на которого были обижены, или которым были чрезвычайно разочарованы, или которого боялись, так что даже не смотрели в его сторону. В этом нет нужды, и не следует бояться этого листка бумаги или этой монетки. Деньги лишь хотят прийти в нашу жизнь, принести подарки и перейти к кому-то другому, чтобы принести подарки и ему, а потом перейти дальше, к следующему человеку. А к нам, со своими подарками, придут другие банкноты и монеты. Деньги постоянно возвращаются и всегда что-то дарят нам. Но копить деньги тоже хорошо, потому что, когда вы оставляете их у себя, энергия накапливается и начинает притягивать к вам новые деньги. Они наполнены вашей любовью, а потому привлекают к себе другие банкноты и монеты. Как люди любят приходить туда, где есть другие люди, так и деньгам нравится идти туда, где уже есть деньги. Поэтому, если вы оставите у себя какую-то сумму денег и окружите их любовью, они станут излучать любовь и сообщать деньгам повсюду, потому что все деньги связаны друг с другом. Идите сюда, здесь очень хорошо. Имея много денег, вы можете сказать, я позволю части этих денег уйти в свободное обращение и куплю вон тот красивый автомобиль. Тогда деньги отправляются в путешествие, а в подарок от них вы получаете замечательный автомобиль. Они идут в мир со всей вашей любовью, переходят от человека к человеку, а затем возвращаются к вам, приводя с собой своих новых друзей. Они всегда возвращаются. Чем сильнее наша безусловная любовь к ним, тем больше денег возвращается к нам. Чувствуйте любовь к деньгам все время. Чувствуйте любовь к ним. Найдите в себе чувство любви, неважно, к какой сумме денег, но ищите и найдите это чувство, каким бы маленьким оно ни было. Почувствуйте его. Каждый день ваша любовь к деньгам будет проявляться быстрее и сильнее. Каждый день сами деньги будут расти, их будет становиться больше. Они станут излучать все больше любви и будут звать к себе еще больше своих друзей. Даже если выпустить в мир те деньги, что у вас в руках, они снова вернутся к вам. Они уже наполнены любовью по вашему намерению. Само намерение сделать это уже запускает процесс. И чем больше вы наполняете деньги любовью, тем сильнее они становятся. Чувствовать любовь к деньгам – это уже позволение принятия. Иногда трудно почувствовать любовь, потому что мы не позволяем этого себе. Вот для чего нужны наши замечательные чувства. Положительные ощущения – это индикатор того, насколько мы разрешаем себе любить деньги. Любовь уже изливается на нас и течет через нас в деньги, согласно нашему намерению, чтобы было именно так. И каждый раз, когда мы фокусируем внимание на любви к деньгам, это чувство становится сильнее, тоньше, красивее. И с каждым новым днем практики оно становится еще сильнее, еще красивее, еще привлекательнее. Остается с нами дольше. Примите твердое решение оставаться там, где сейчас находитесь, пока не ощутите благодарность деньгам. Деньги в ваших руках представляют собой все деньги мира. Ведь они все связаны между собой. Деньги, хоть и кажутся разделенными на отдельные монеты и банкноты, на самом деле представляют собой единое целое. Настолько сильно они взаимосвязаны друг с другом. Продолжайте растить в себе чувство любви, находите его, лелеете, расширяете. Когда почувствуете радость и удовлетворение от того, что удалось продвинуться по сравнению с предыдущим днем и вызвать в себе более глубокое чувство любви к деньгам, тогда можете остановиться. Примите твердое решение остаться на этом месте, пока не найдете этого чувства. Отнеситесь к нему как к младенцу, как к котенку, как к маленькому щенку. Оно станет расти, а когда вырастет, то само станет наполнять вас любовью. Закончится тем, что у вас окажется два чувства. Любовь, излучаемая деньгами, и огромная радость за саму возможность ощущать эту любовь. И это станет индикатором того, что излучаемая деньгами любовь уже возвращается к вам. Чтобы ощутить этот эффект возвратного излучения, позвольте себе чувствовать любовь. Это прекрасное ощущение. Продолжайте повторять эту практику день за днем. Завтра или послезавтра возьмите другую монету, другую банкноту. Меняйте их каждые несколько дней, а потом отпускайте в широкий мир. Пусть эти деньги идут в него, наполненные вашей любовью. А вы берите другую монету, другую банкноту и наполняете любовью. Если вы безусловная любовь, то просто любите их как друзей. Относитесь к ним как к вашим друзьям. Деньги ваши друзья. И если вы хотите, чтобы деньги подарили что-то вашему знакомому, то можете отнести их куда-нибудь, оставить их там, а взамен получить подарок, который дадите своему товарищу. Деньги совершат для вас и для ваших друзей множество прекрасных и радостных поступков. Это удивительное явление, чудеснейшее изобретение, в котором так много любви. Вот почему у тех, кто любит деньги, их всегда много. Вот почему деньги приходят к ним так легко. Они любят их искренне, естественно и никогда не боятся их. Теперь и вы любите деньги. Любите их со всей душой. Любите их изо всех сил. Это прекрасная возможность практиковать максимальную способность любить. Расширяйтесь, чувствуйте. Эта практика станет для вас прекрасным стартом. Продолжайте медитацию. Создание желаемого любовью. Этот простой метод работает настолько совершенно, что это даже удивительно. Следуйте указаниям по открытию сердца и излучению любви. Представьте то, что вы хотите создать. Увидьте это в уме и почувствуйте эмоциями, как будто вы им уже обладаете. Затем пошлите в эту картинку огромный объем любви. Повторяйте это через день, пока это желание не проявится в вашей физической действительности. Некоторые желания исполняются буквально на следующее утро. Иным потребуется больше времени. Но когда вы получите то, что хотели, это будет больше ожидаемого и воистину с любовью. Если мой метод кажется вам слишком простым, я могу усложнить технику, если вам станет от этого легче. Старая история о том, что без труда не вытащишь рыбку из пруда. Это лишь куча мусора, но если вы предпочитаете в это верить, будь по-вашему. В таком случае так оно и будет. Я много лет учил этот урок и рад, что наконец усвоил его. Субтитры создавал DimaTorzok